Добрый день, уважаемые почитатели моего канала. Продолжаю серию рассказов о восстановлении станка 16204Т. В прошлом видео я остановился на шкивах для привода. Это отдельная тема. А сегодня уже остановлюсь на самом приводе конкретно. Вот привод. Он основан на такой вот коробке скоростей пятиступенчатой из автомобиля BMW 316. Ну, прежде всего, что я сделал, мне в этом колоколе выпрезеровал окно для прохождения ремня. Я этот колокол хотел вообще снять. Тогда коробка была намного компактнее. Но потом есть там один нюансик, я дальше на нем остановлюсь, который заставил меня этот, собственно, колокол оставить. И я вот его просто выфрезеровал там окно. Шкивы большие, окно тоже получилось большое. Ну, в принципе, там не потерялась никакая прочность. Вот видим с помощью той же упомянутой предыдущим роликом буратины, такое грузоподъемное устройство. Вот я устанавливал эту коробку на станок, потому что коробка очень тяжелая. Поднять одному ее тяжеловато. Поэтому пришлось использовать буратины. Очень практичная вещь. Вот в чем смысл, почему я оставил этот колокол. Вот этот вал, первичный, который в коробку идет, он там в коробке держится на одном подшипнике. А второй подшипник у него на хвостовике. И этот хвостовик прямо заходит в коленвал двигателя, присмонтированный к коробке. И в этом валу двигателя в корце есть подшипник. И вот он опирается уже второй конец на тот подшипник. Поэтому вот шкивы эти, кружочки, там шкивы же будут стоять. Шкив ставить прямо непосредственно нельзя, потому что, ну, как бы консольный вал там на одном подшипнике он просто вывалит тот подшипник, который там внутри коробки. Ну, приварил я сюда хвостовик с резьбой, чтобы можно было шкив прижать. Гайкой. Шкив у меня со шлицами видели в предыдущем видео. Там шлицы прямо имплантированы из самого диска сцепления, который непосредственно здесь вот висел на этих шлицах. Я внутренности вырезал и вклавил их в тот шкив, который тут будет стоять. И вот потом сделал такой подвесной подшипник на таком паучке. Его, конечно, очень трудно было выставить. Сам колокол, там у него фланец, который крепится к двигателю. Там есть несколько конических отверстий. Я туда сделал специально такие переходные шпильки, посадил на эти конуса и прикрутил вот эти вот угольники, которые туда вниз смотрят. четыре уголка таких с отверстиями. Прикрутил эти уголки жестко, потом прорезал эти вот лапы этого паука и приварил их. Коробку закрепить, конечно, очень трудно, потому что на ней креплений никаких нет, чтобы боком ее закрепить. Вот я нашел одно крепление, это где крепится стартер, потому что коробка крепится за фланец двигателю. А вторые два еще места есть. Там коробка все-таки на раму автомобиля опирается. Там есть такие два паза, там где выходной вал, там есть два таких паза. Вот на эти пазы я закрепил угольник, и к этому угольнику еще приварил еще один угольничек, в котором я уже там дальше варил монтажную плату. Вот отсюда эти пазы видно, потому что я там, по-моему, в кружочке поставил. Вот к этим я пазам закрепил два этих уголка. И там где стартер, я туда сделал такую косыночку, причем под определенным углом, когда я вот эту вот уже монтажную плату поставил, вот она вертикально стоит. Она у меня стала таким образом, чтобы двигатель уже был сориентирован на это окно, профрезерованное в колоколе коробки. И таким образом я вот коробку закрепил на станок. Вот у меня станина стояла отдельно. И рядом уже, у меня там столик, рядом на столик положил досточку такую монтажную, и выставлял вот этот двигатель, уже шкивы были напрессованы, я делал туда ремень, и выставлял этот двигатель, чтобы этот шкив уже стоял правильно, параллельно тому шкиву, что там, ну, чтобы иручи совпадали. Это вот ось под моторной плиты. Я потом это, вот видно, как я выставлял под шкив, вот подставлял щепочки, досточки, ну, главное, чтобы быстро, главное, чтобы оно стояло параллельно шкивы. Потом я, собственно говоря, когда уже оно выставилось, я, под моторная плита была закреплена на двигателе, вот мы видим, и эта ось была уже там вставлена. Я прямо кронштейн этой оси приварил непосредственно уже к кромке этой платы монтажа, на которой я висячий такой делал монтаж. И тогда получилось, что коробка закреплена на плате, и двигатель стал параллельно с коробкой. Ну, дальше, собственно говоря, немножко помучался с переключателем скоростей. У меня кулисы переключающей не было. У меня пообещали тут привезти. Я два месяца ждал. Ну, потом понял, что эта кулиса мне не подойдет. Ждать больше нельзя. И я сделал этот кулисный механизм сам. Как видим, полностью там тема автомобильная. Полностью весь этот кулисный механизм, особенно те детали, которые трущатся, они сделаны из штокового амортизатора. Ну, а остальные это угольники. Ну, тоже там, ну, как бы я и по месту делал, но расчеты определенные. Вот я потом разобрал этот кулисный механизм. Вот его, собственно говоря, детали, этого кулисного механизма. Получилась как бы конструкция немножко сложноватая, но, по крайней мере, сейчас этот кулисный механизм работает, и нареканий к нему нет. А тут уже, этот вид уже собранный на этой плате монтажной, собранный этот привод. Даже платы как бы и не видно. Она под низом там как-то сфотографирована, что это сам, что ее не видно. Ну, вот оно собрано. Параллельно оси стоят. Дальше я этот привод вставил в этот аквариум, будущее, как бы, не станина, а подставка под станок, где он для этого привода должен стоять. Я этот назвал аквариум. Я о нем отдельно расскажу. Вот оно так у меня закрепилось. Ну, это как бы монтаж был временный. После всего, так как я это все дело смонтировал, я изучил, где какие-нибудь доработки, где чего еще доделать надо. Все записал тщательно и потом этот весь привод разобрал. Вот я, собственно говоря, опять на детали его разобрал. Вот детали этого привода, то есть, ну, крепежные всякие элементы. Ну, я разобрал для того, чтобы доделать и покрасить заодно. И некоторые моменты там у меня получилось, что надо двигатель регулировать как по натяжению осей, так и вдоль. Вот приводы его детали, там картинка с этими, с указанием, что где. Вот, поэтому в этой плате пришлось еще сделать механизм для фиксации осевого перемещения подмоторной плиты. То есть, она как бы еще вращается на своей оси. И можно ее переместить на один шаг ремней. для того, чтобы... Потому что у меня один трехручевой ремень, один двухручевой ремень. Вот это я... Сложная была работа. Эту готовую плату закрепить на маленький свой фрезерный станок. Но все-таки я ее закрепил, и там отверстие очень точно надо было расточить. Просверить сначала, потом расточить. Вот за этой работой меня застал новый 2017 год. Как давно это было. Вот поздравления. Это на чипмекере была фотография выставлена. Поздравления. Это в последние два года я вот это все делал. До обед делал эту работу, а после обеда уже мангал на улицу был вынесен. И начались шашлыки, проводы старого года, ну а потом уже, как говорится, пошел домой встречать на видео. Вот видео не снимал, но вот небольшой кусочек, кстати, вот в этом деле. На этом буду заканчивать это маленькое видео. Всем всего доброго. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok